Весовая категория до 81 килограмма Эти спортсмены тоже очень хорошо друг друга знают Уже два раза в финале боксировали, два раза очень упорные, такие сложные бои получаются Посмотрим, что будет в этот раз легкого боя, ждать не приходится Два раза боксировали, что там получалось? Два раза Вахитов выигрывал То есть у Абдулина есть такая мотивация очень приличная, да? Ну я скажу, что Артем будет, я скажу, как обычно Работать с дистанцией, расстреливать И Абдулин будет пытаться, как и все белорусы, войти в клинч Он выше ростов, он очень высокий 192 рост Абдулина Для 81 очень высокий Знает, что Вахитов в дистанции, они знают хорошо манеру друг друга Также Артем знает, что Абдулин будет пытаться брать захват в клинче Мне вообще Артему очень нравится, вот эта скоростная его манера То есть серийный такой боец Не столько тайского стиля у него, сколько может быть Кейвана, Евро-Тая Ну мне нравится такой момент Ну сейчас много, много насыпает ударов всегда руками Артем виден быстрее, но Абдулин крупнее, выше Ростов, очень физически сильный Большой нас не пугает Но Артем будет раскачивать его с дистанцией, пытаться Рисунок боя такой, с дистанцией чуть быстрее Артем Очень скоростной для 81 кг Абдулин понимает, что с дистанцией ему не обыграть Вахитова И пытается навязать клинч, нагрузить Вахитова Чтобы достаточно ровно сейчас, достаточно ровно складываться поединок Опа, капа выскочил Интересный момент, как Жанглер пытался поймать кап Да, пытался поймать кап Виталий скажи, ну почему Вахитову не нравится клинч? Насколько вы его пытались выпутать? Ну никак он что-то с ним не собирается Артем будет и другая, ну что у меня есть другие козыри Но очень быстрый характерный боец То есть ему так удобно боксировать Первый раунд достаточно ровный, с дистанцией был поинтереснее Артем Абдулин Пока вторым номером Пока вторым номером, но пытается навязать клинч Абдулин тоже получили заставление, это все-таки финал Да, надо конечно поосторожнее С одной стороны, а с другой стороны Ну чего ждать-то? Последний бой Начинается, пока все, спортсмены видят хорошо Абдулин, связочку, рука, нога Вахитов отвечает Ну первый раунд, это они самые интересные с точки зрения красоты ударов Там тактически, потому что еще никто не устал Третий, четвертый уже под усталость Ох, хорошо До 81, очень высокий темп Артем выйдет и как бы играется Играется, показывает, бравирует, что Чтобы все понимать, контролирует Но Абдулин тоже шибко не хочет обострять Хорошо сейчас ты попал Ну, попал в два удара Видите, хорошо попал в два удара Руками и тут же пропустил захват в клинче Где Абдулин коленями набрал очков То есть, три раза коленом ударил Пытался с бэкесом выйти из клинча Охидов Дергает, постоянно дергает Дергает, но ногой заканчивается, Артем Ну, Артем не останавливается Не останавливается, то есть, бомбардирует И постоянно Вот его серия Бомбардирует и попадает в клинч Видите, в клинч попадает И где Абдулин четкий захват берет И где в клинч, видите Ну, заканчивать, видимо, надо ногой Либо разрывать дистанцию А он после ударов остается И даже вперед как-то подшагивает маленький Поэтому, наверное, в клинч попадает Да, дает голову в клинче, да То есть, сейчас Это такой рисунок боя Абдулин забрал Несколько-либо эпизодов Потому что Лахидов пытается с руки попасть Попасть Попадает один удар И проходит в клинч Где в клинч Абдулин четкий захват берет И работает коленями Да, это вот так маленько-маленько Вот хорошо Вот это уже дело Вот это наше Корпус, голова Вот сейчас сталкивать Надо не вязаться с ним Сталкивать клинч Видите, Абдулин пропускает удары руками И берет Замочек и колени пошли Но это, конечно, желание просто завалить Просто-напросто Желание, наверное, просто закончить пораньше Артем пытается гнуть свою линию Пытается издалека Надо перестраиваться, добавлять В клинч не отдавать эпизоды Достаточно такой Неприятный второй раунд Не понравился тебе? Ну, с дистанции Еще раз говорю Вахитов накидывает с дистанции С рук Попадали Заметились Срока, полный стадион народу Всю дорогу был полный стадион Я не знаю По-моему, в Ташкенте В это время никто не работал Во время чемпионата мира 2011 Ташкент просто не работал И все находились На стадионе Третий раунд Я думаю, надо сейчас Артему Перестроиться Меньше клинч отдавать Голову Хорошо, Абдулин провал Ответил По передней рукой Тоже выстрелить может передней рукой Я думаю Тренера подсказали Вахиту Что не нужно Виздаться в клинче Российский угол очень опытный Я больше чем уверен Что подсказали Раскручат с Бекистом Опять пытаются выйти Опять момент такой В клинче Сверху упал Ну, как бы ничего хорошего Много клинча дают Вот сейчас хорошо Серия из трех ударов прошла Вот еще можно закончить Видно, Абдулин Вот хорошо опять Два удара Видно, Абдулин стал уставать От своего же клинча нагрузился Надо Артему Звинчивать темп Перегрузил сюда Посвежать Не давать ему Артем Посвежать Не давать ему думать Да, чуть быстрее Видно, что Абдулин подустал От своего же клинча О, хорошо Посмотрите Правый прямой Отлично Я не знал, что будет бить ногой А сам правой рукой Отлично Хороший альмина прошел Прямо точно в голову С таких ударов И подсаживаются бойцы Ну, сейчас третий раунд Начал Абдулин Как маленько Подустал Абдулин Сразу скорость Артема Все-таки скажется Видите Быстрее Больше Бег Перебивает Хорошо Только не стоять Только не стоять Стоять нельзя Да, стоять нельзя Чтобы не отдышался Не отдохнул Да То есть Ставка на клинч У белорусов Немного здесь не прошла Хорошая Кондиция, конечно Физическая У Артема Я думаю Третий раунд Забрал Артем Если первый раунд Был Туда-сюда Второй Могут отдать И белорусу То третий раунд Чистую За Артема Вахидова Четвертый Решающий раунд Опять решающий раунд Здесь решится все Здесь решится Золото Сборная России Или серебро Или серебро Добавляет Добавляет Скорость Абдуль не подустал От клинча Хорошо С ногами Амплитудно Быстро Не вяжется Вот видно Что уже Видите Не попадает Абдуль не подустал Абдуль не подустал Абдуль не подустал Абдуль не подустал А от своего же клинча Поднаелся Такая Абдуль не подусти Снизу Да он тоже может И слева И слева И вправе Боксировать А вот он периодически В Alg Avenue Может нету Такой он преимущественно в клинче, он же обдульно подустал ей. Оказывает, что не в порядке с амоницией, так я не понял, что там не в порядке с амоницией. Он пытается маленько, может быть, отдохнуть. Я думаю, устал, это просто уже чуть-чуть потянуть время. Чисто уловка видно, вот хорошо, Ахитов, ну. И Артем-то молодец, сейчас не зажегся и не полетел вперед-то. Аккуратненько расстреливает, работу свою делает. А так бы мог бы еще глянуть, смотри, вот плохо на ногах стоит и кинуться в бой. Положу, закончить, держит, молодец. А накидывание на таких, как Абдулин, тоже очень опасно, но боец опытный. В принципе, ударить может. Тройка пошла. Ахитов в своем репертуаре. Печень, печень, голова, срезенка. Да, что-то Абдулин уже просто отстаивается и на что-то еще и надеется. Отстоялся четвертый и на что-то надеется. Зря вот он, наверное, да, обращается. А что нам покажут? Повторах? Как в Ахитову просто кинуть. С бэкой с ним вывернувся. Хорошо, хороший был. Левый прямо. Разве если колено в прыжке, но в локоть пропал. Было бы лучше, если в печень. Тоже пропускает. Опасно довольно-таки. Не видел практически. Вот сейчас клинч. Яна. Абдулин уже сил не хватило. Да, уже доработать не может. Уже крутануть не смог. Ну и снова, понятно, финал флаги. Да, без вопросов просто. А ты молодец, отлично отдали. Все хорошо. Золото. Это, это золото. Это, кстати, единственное золото сборной России. По мужчинам, естественно. К сожалению, единственное. Весорая, Григорий, до 86 килограммов. Александр Вежеватов. Мы очень за него болели. На протяжении всех выпусков, которые показали и по 27 каналу, и в Ташкенте. Против Александра боксирует иранский боксер. Сейчас посмотрим. Вот с именами сложно. С именами сложно всегда было. Потому что организаторы немного что-то как-то путали. Маджит Розани. Итак, Маджит Розани. Выяснили мы, наконец-то, кто это. Иранцы вообще приехали очень заряжены на этот чемпионат мира. И сразу было видно. И шли во всех весах. Бились до последнего. Может быть, не всегда как-то профессионально, но всегда с огромной отдачей. Вот Маджит Ростиком. Повыше видно Александра. Тоже очень мощные плечи широкие. Ну и Саш. Тяжелые бои. Тяжелые бои. Разбил ноги. Ну, сейчас. Ну, несколько. Пирал. Мне нравится Александр больше. Он достаточно быстрый. Скоростной. Ноги не жалеет. Очень уверенно падает. Иранец бравирует. Что ничего страшного. Ты мне не попал. То есть хочется отметить, что у Александра был очень тяжелый чемпионат. Что не бой, то, честно говоря, чудо. Что не бой, то такой вот подвиг. И теперь осталось совершить последний, заключительный. Ну, лишь бы позволили разбитые ноги, позволили лишь бы. Там с ногами, конечно, была огромная проблема. Даже пытались как-то бинтовать. Но, естественно, судья не разрешил выходить на ринг с затянутой бинтом ногой. Ну, первый раз, пока Вежеватор пытается поддавливать. Бьет ногами по корпусу, выпадает. Иранец в топе никакого ничего не показал. Кроме занятой середины ринга, за иранцем пока ничего не числится. Очень осторожно. Пока очень осторожно, конечно, бойцы не пытаются там что-то как-то форсировать. Делают свою работу, то есть делают то, что могут. А вот как-то пробирается иранец в клинч. Ну, если честно, мне Вежеватор пока больше нравится в этом бою, чем иранец. Уже посмотрим, как будут развиваться события дальше. Это пока только начало. На втором раунде совершенно верно. Это пока только начало. Это пока только разведка, можно и так ее назвать. Ну, иранца, конечно, есть маленькая в росте преимущества. Ну, а Саше, я думаю, все-таки ноги-то, конечно, не дают отработать. Ну, вот сильно они были разбиты, было приложено огромное количество усилий. Чтобы восстановить его. Врачей, да. Иксажистов в сборной. Чтобы восстановить. Ну, у тебя видно сейчас, что иранец получил накачку в углу. И активизировался, грубо говоря. Посмотрим, что Саша пытается ударить. Ну, то есть та манера в первом раунде, которая была, тот бой, который был в первом раунде, за него, конечно, бы иранцы бы ничего не отдали. Потому что так, так россиян не выигрывают. Поэтому, наверное, получил накачку и пошел вперед. Достаточно корявый, такой, ну, неудобный. Ну, как и все иранцы, я еще раз разговаривал с тайнерами, которые работали в Иране. Очень хороший материал генетический. Не пьет, не плывет, танцы очень сильные, физически все. Все стремятся, да, пытаются как-то прорваться в жизни. Может быть, из-за того, что какой-то уровень невысокий. Поэтому все в бокс. И кто в бокс, тот он. Ну, по спорту в любом случае старается пройти. Соответственно, конкуренция большая и отбор. Агистовый клинч. Сейчас замечание, наконец, получит. За канат прихватились. Нет, не стал судья никого предупреждать. Ограничился только поправленной амуницией. Ограничился поправленной амуницией. Скажи, такой корявый, где-нибудь, радец. Попасть мне тяжело. Бьет удары, вот, обшивы. Физически очень сильные, видно. Терпеливые. Да, забрасывает несколько. Боюсь, нечего, парень. Это маленькая деревянница. Ну, мне кажется, что Александр, в самом точнее. Какой-то более школьный элемент. Хорошо, программные такие, да, как учили. Провалирую, хорошо. Провалирую тоже. Ну, я думаю, что иранец уже боксировал лучше, чем в там раунде. Но Саша, мне кажется, выглядит по-препочтительней. Но видно, что устал. Видно, что устал. Тяжело сказываться, все-таки, конечно. Те, те два предыдущих боя, где была, была выкладка на 150%, и, конечно, складывается. Был тяжелый узбек, был тяжелый следующий бой с Олейником. Бывает, вот так, в финал выскочит какой-нибудь иранец. Не самый лучший, да, по легкой сетке. Да, не самый лучший, не самый яркий. Это называется, это называется хороший ржебий. Хороший ржебий, Лаки, такое повезло. Вот бывает такое, когда до этого Саша два страшнейших боя провел. А здесь такой мальчик выскочил по легкой сетке ненормально. Очень сложный для студии. Как я видел, его оба хотят. Как два бульты сцепляются. Ну, что-то потрясывает и ранец головой. Маджи, что-то потрясает. Пытается, ведь тоже ранец. Сейчас под ногами постоянно вставляет по корпусу. Вот, в принципе, Саша не смотрится сильно уставшим. Конечно, может быть, частота удара поменьше. Но, когда на ногах держится хорошо, такой челночок проскакивает. Ну, еще раз говорю, что достаточно ровный бой, но в этом бою мне это самое нравится больше. И раненца боевая часть просто на характере пытается бить вперед, куда попало, лететь. Даже предыдущий момент просто выбрасывает руки, куда попало. Без особо прицельных, без прицельных ударов, без ничего, просто выкинул ранец руки и побежал. О, какой замах из-за спины аж откуда-то. Ну, картинка, просто и ранец хочет победить. Раз он вышел в финал, будет лететь до конца. Саша все меньше и меньше ногами уже бьет. Все-таки сказывается хорошо. Слева попал хорошо. Клинча, в клинча, обоюдный вид нагружается. От клинча устаешь очень сильно. И потом уже очень сложно ударить. Сильно акцентированно. Уже очередной перерыв. Что там скажут, конечно, секунданты. Снова российский угол показывает. Не знаю, есть, конечно, момент переживания за Александра. Пора ему уже становиться чемпионом. То есть он все время как-то маленько... На пол шажочка, ну, от золота. Зацепились в клинч, не хотят расцепляться, конечно. Не дадут. Не дадут трофери долго стоять в такой позиции, в позе. И ранец идет вперед. Видимо, тоже накачка получила. Достаточно тяжелый для Александра бой. Потому что и ранец на характере, просто терпит. Он решил либо сейчас, либо никогда. Видите? Какие эпизоды. И ранец не хочет выступать. Умру, ну, выйдет называется. Да. Да. За характер можно. Да, за характер можно, конечно. Вот подругу хорошо прошел, зацепился. Видите, насколько великое желание. Он готов сильнее выпрыгнуть. Подустал, Саша. Подустал, видно. Подустал. Уже одна борьба. Потому что никто им хотел выступать. Да и потаскай, посмотрел. Просто огромный ранец. Потаскать его столько на себя. Не показывает, конечно, ничего такого сверхординарного. Но вот эта вот характерность и ранца, она постоянно наклинчена. Она, конечно, не скрадывает усилия Александра. Что делать сейчас с Александром? Попасть, раскрутить в сторону, идти. Монега похитреть. Не надо было с ним так вязаться. Закручивать, раскручивать по сторонам. Встречать, уходить. Немножко. Виду, что я ранец. Летит. Встретит, развернул его. Ногой попал, ушел. А получается вот все вот такое. Здесь получается такая кость-кость маленькая борьба. Идет и ранец. Саша его принимает. В клинч, в клинч. Ну, конечно же, и ранец радуется, что Александр недовольный пошел. Ну, концовочка. Саша смазал, концовочка. Чувствует, что что-то не достало. А остается, опять же, надеяться только на благосклонный судью. Ждем решения судей. Ждем решения судей. И чем бы это ни закончилось, закончится и сегодняшняя наша трансляция. Но при всем при этом у нас остается еще... Погравим, не ранец. Не ранец. Не совсем, конечно, это приятно. Но это, тем не менее, у Александра Серебро чемпионата мира. Мы на сегодня прощаемся. Но не прощаемся с Ташкентом. На следующие выходные нас ждут в финалы девушки. Продолжение следует...